Глава шестая книги пророка Даниила Угодно было Дарию поставить над царством сто двадцать сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, царь Дарий, вовеки живи. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди царь это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и словословил его так, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение тридцати дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал, это слово твердо, как закон медианы персов, не допускающий изменения. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это слово, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему, знай, царь, что по закону медианы персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю, царь, вовеки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и перед тобою, царь, я не сделал преступления. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими, и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, — мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царство моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Продолжение следует...